Мы многого добились и все это стало возможным благодаря тому, что плавно, вдумчиво совершенствуем систему образования. Для нас было важно не свести образование к сфере услуг, не нацелить только на извлечение прибыли. И я считаю одним из наших значимых достижений то, что мы сохранили возможность для всех абитуриентов получать высшее образование по конкурсу бесплатно. Мы с вами много сделали для развития отечественного образования, но и есть к чему стремиться. Сегодня нам надо найти ответ на вопрос, каким мы видим образование будущего. Об этом многие говорят, предлагают новые модели, часто все сводят к банально информационным технологиям. Ну, я, вы знаете, приверженец простой идеи. Ну, не сможем мы ни сейчас, и, мне кажется, вот в обозримом будущем, ни один айтишник, даже самый продвинутый, накормить, обуть и одеть человека. Да, современные технологии способны вывести на новый уровень развития и сельское хозяйство, и производство промышленности. Поэтому я всегда говорю, что обучение айти специальностям само по себе прогрессивно, но оно должно быть на стыке реальных отраслей. Нам нужны широкопрофильные специалисты, где айти – это естественная компетенция. Стык айти образования и другого, биологического, химического, экономического, даже юридического, даст нам современного человека. Но надо подумать над другими межотраслевыми модулями, посмотреть на будущее, допустим, химия плюс физика, биология плюс механика или физика. Обсудите, что еще надо, и предложите. Ну и потом, молодежь хочет выбирать отдельные модули и элементы учебных программ. Надо удовлетворить их запрос, надо услышать их и развиваться вместе с жизнью и опираться на ее потребности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...